Вкусный и сочный люля-кебаб, который всегда остается на шампуре и доставит вам невероятное удовольствие. Начнем! Я Ола Для того, чтобы приготовить очень вкусный, очень сочный люля-кебаб, надо соблюдать несколько правил. Первое. Мясо не должно быть замороженным. Размороженное не подойдет. Второе. Мясо не должно прогреваться более чем на 14 градусов на каждом этапе изготовления. Вот. Я начал с специй. Взял черный перец, красный перец, душистый перец, довольно много кориандра, но это на любителя. И, конечно, зиру. Какой же кебаб без зиры? Теперь все это хорошенько перемалываем и подходим к фаршу. Фарш надо перемалывать на очень крупной, самой крупной сетке мясорубки или по классике он вообще рубится ножом. Если на мелкое, конечно, будет сползать. Взял чесночок, взял лучок. И лук, и чеснок обязательно надо резать ножом. Резать как можно более тонко, но проворачивать его через мясорубку нельзя. Иначе будет слишком много воды, которая и спровоцирует сползание нашего фарша с шампура. Все это хорошенько. Мелко, довольно мелко режем. И теперь фарш нужно хорошо выбить. В общем, это можно сделать руками, опять же, по классике, постоянно стуча. Можно использовать машину для замески теста. Вот так вот и довольно долго. То есть это все должно крутиться минут 15-20. То есть чем дольше, тем лучше. Это вариант, как и делаем колбасу. В колбасном производстве это называется взбить фарш до тонких нитей. Когда это все взбилось, добавляем сюда лучок, добавляем воду, если вам кажется, что фарш все-таки недостаточно сочный. И все это гаммонизируем. То есть здесь мы уже немножко его просто смешиваем. И в конце я добавляю замечательный барбарис. Он очень красивый, он очень даст свой вкус. И вот это вот все теперь вот в таком виде выравниваю и оставляю в холодильнике на ночь. Нам в любом случае его надо охладить, а за это время барбарис даст прекрасный розовый цвет. Это будет очень красиво. Ну, собственно говоря, и все. Теперь берем порционный кусочек 9 грамм 100-150 и хорошенько его, ну, не разминаем, а разбиваем. То есть нам нужно сделать такой кусок, в котором не будет никаких вот так вот, кстати, об стол. Можно бить было прямо вот с самого начала, но это очень долго. И зачем, когда есть машина для замески теста. Формируем колбасочку и нанизываем на шампур. Шампура, конечно, лучше взять как можно более толстый, но на самом деле и вот на таком обычном это будет довольно просто. И последнее, наверное, правило, когда мы это жарим. Жар. Жар должен быть намного выше, чем у шашлыка. То есть сейчас мы с какой? У нас должна нижняя часть уже схватиться белок, то есть поджариться, а верхняя еще не прогресса, чтобы не сползло. Вот видите, я это делаю на очень маленьком огне, то есть электрогриль не дает нормального. Фарш начинает сползти, но тем не менее остается. А проще всего это сделать на решетке. Неважно, на углях вы делаете или на электрогриле, но вот так вот это будет намного быстрее. Переворачиваем довольно часто. Помидорчики это очень хорошо, их надо только прогреть. Они дадут свой вот этот вкус, раскроют собственный. И все, лавашик. На него наши замечательные кебабчики. На него пару помидорчиков. Обязательно свежий зеленый лук, зеленый репчатый, это классика. Немножко зелени, ну конечно я взял кинзу. И все, наслаждаемся этим безумно вкусным, довольно простым и практически праздничным блюдом. Обязательно приготовьте вот такой вот люля-кебаб. Устройте себе маленький праздник, порадуйте себя, порадуйте своих близких. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч.